Массаж горячими мешочками, один из моих самых любимых. До того, как я узнала о Токсен, я ходила только на массаж горячими мешочками. Вот эти мешочки, они распариваются в горячей воде. У меня было обучающее видео по массажу лица горячими мешочками. Я делала массаж маме. Этому видео очень много лет, 5 или 6 лет назад я делала, где еще была принятка. Там люди все возмущались, а какой ты грубо делаешь массаж, да как так можно? А я показывала именно японский массаж, который работает с мышцами, который работает не с кожей, который работает с мышцами. И за счет работы с мышцами мышцы поднимаются и уходит, лицо меняется. То есть если лицо немножко и собралось, если там есть брыли, если вот здесь все, оно очень хорошо все поднимается. И лицо реально молодеет за один сеанс на несколько лет. И там тоже был один из комментариев, что нельзя их в кипяченую воду, нельзя их держать в кипяченой воде, их сразу надо на пар. На самом деле в Таиланде в некоторых салонах эти массажные мешочки делают из свежих трав. То есть здесь вот трава сушеная, они получаются свежие. Их в самом деле только ставишь на пар, пар раскрывает все травы, и уже можно делать массаж. Или если ему достали мешочек на пар и сразу начали делать, возможно, ему дали бы уж на этот мешочек, который они вложили в морозилку. Достали после кого-то и начали делать ему, что на самом деле не очень хорошо, потому что у каждого клиента должен быть свой. Да, эти мешочки можно использовать несколько раз. Так, у меня комментарий опять. Телефон заснул. Да, у меня есть маленькие мешочки, у меня есть маленькие мешочки, я планирую на этой неделе записаться видео по самомассажу. У меня есть видео по массажу, также я хочу... С собой у меня, к сожалению, нету. Готовилась просто именно вебинар по телу, чтобы рассказать, как снимать боли со спины. Этими мешочками тоже можно делать самомассаж, но не только эффективно. Массаж по спине, то есть тоже... Как эффективнее всего делать массаж этими мешочками, чтобы снять боль? Это сначала руками проходите, ищите, где у человека зажим, пока эти мешочки парятся, пока они там варятся, парятся, раскрываются. Вы смазываете человека маслом, желательно имбирным маслом или каким-то таким маслом, травами, маслами, чтобы предотвратить ожог кожи. Проходите, чувствуете, где у человека зажим. То есть там, где у человека проблема, обычно там более-более плотная структура тела, мышцы и так далее. И потом уже мешочком вы это место более так полностью проходите по всему телу один раз, а то место, где вы нащупали, что у человека напряжение, вы уже... Будем дружить. Вы уже проходите более основательно. Спасибо. Спасибо.